Итак, продолжаем. Значит, бикур-халим. Посещение бикур. Халим означает больных. Холе, видите, больной. Хола, больная. Множественное как? Холим, да, если женщины. Холод. Корень холь. Холь буквально означает песок. В более широком смысле это означает недостаток чего-либо. Ну, например, могут быть праздничные дни, да? И какие будничные дни, да? Вот. То есть, есть, значит, какой-то недостаточность. Недостаточность чего-то. И как вы думаете, что такое болезнь? Бог создавал болезнь? Значит, Бог... Да. Видите? Откуда же возникли болезни? Да. Видите, что получилось? То, что мы говорим, первичное повреждение, да? Вот это холе, можно сказать, еще и как повреждение. И когда мы смотрели корень, значит, здоровье, да? Брия, да, здоровье, бриут. Бриут происходит от слова брия творение, союз, так же, да? Да. И, значит, как... Да. Значит, неповрежденность. То есть, видите, союз, да, неповрежденность творения. А недостаток этого союза, недостаток этого творения, да? Это и есть болезнь. С чем можно сравнить вот это первичное повреждение? Я услышал такое сравнение, но мне очень понравилось. Знаете, если человек погружается в акваланги, а старые водолазы когда-то в старину погружались в таких водолазных костюмах, и они были соединены с насосом, да? И там по трубке подавался воздух. И когда человек на какую-то большую глубину опускается, у него возникает так называемое кислородное отравление. То есть, человек, который как напился большого количества вина, он уже себя не контролирует, он начинает смеяться, ха-ха-ха, хо-хи-хи и хо-хо-хо, да? И вот Адам был связан с Богом, видите? То есть, он был как творение, да? Он был связан с Богом, он имел прямую связь, да? Завет, видите? Того же корня Брия и Брит. И когда Адам решил, что он уже достаточно зрел, чтобы знать добро и зло, да, с ним возникла такая эйфория. И он сделал ножик, и что сделал? Перерезал этот канат. Вот эту трубку. Он посчитал, что достаточно хорошо ему быть, да? Но потом что случилось? Подняли его на поверхность такого водолаза. Но пока поднимали, у него уже половина моза умерла. Да? Похоже на то, что произошло с человеком? Знаете, что мы только 5% используем, да, от всего своего моза. И вот эта поврежденность, она от человека передалась и природе, и всему остальному, потому что удивительно, да, вот мы говорим, мы не должны брать милости природы, ждать милости природы, брать их. Но мы все забываем, что мы есть часть природы. И мы все забываем, что именно для человека была функция, да, осуществлять руководство над всей природой. Потому что, когда он довладычествуйте над всем, это не говорится о таком действии, да, что человек должен все уничтожать вокруг себя, да, он должен быть хозяином на этой земле. И вот человек оказался поврежденным, подобно этому водолазу, и он так сейчас немножко дышит воздухом, но очень ему тяжело и очень ему трудно, правда? И когда-нибудь эта поврежденность полностью уйдет. Видите, если бы мы принимали Иисуса, и эта поврежденность у нас исчезала, то, наверное, мы бы сразу становились бессмертными. Правда же? Значит, смерти и болезни продолжают действовать, как в теле верующего, так в теле и неверующего, да? Мы уже говорили, что болезнь, это такие, чаще всего, в 99% это мы сами виноваты, да, бывают случаи, когда Бог посылает болезнь какой-то целью, нельзя говорить, что только дьявол посылает болезнь, да, Бог только исцеляет. Если даже это идея дьявола, все равно это происходит под контролем Бога, да? Или что-нибудь происходит не под контролем Бога? Или дьявол сильнее Бога? Да? И что, он всех исцелил в Израиле? Нет. Кто-то оставался неисцеленным. Правда? Вот. То, что мы должны понимать, есть определенные к этому законы. И больной человек, он тоже является, видите, здоровый человек, ценностный, неповрежденный, да? И он как бы со всеми людьми в полноценном общении. А больной человек, как оказывается, изолированный, да? Он чувствует себя чем-то обиженным, обиженным Богом, обиженным людьми, ущербным, одиноким. А тем более, если это продолжается болезнь длительное время. И поэтому посещение больных, когда человек чувствует, что он кому-то нужен, кому-то полезен, да? Оно очень полезно. Можно дать деньги на лечение, но ты обязательно должен прийти и посетить больного. Это заповедь, митсва. Больной чувствует себя одиноким и думает, что никому не нужен, страдает от боли, находится иногда далеко от своего дома и будет рад каждому посетителю. Выполняя заповедь посещения больных, мы берем пример самого Всевышнего. Видите? Очень интересно. Принимал Авраам в гости. Но Бог первый посетил Авраама. Да, вот там, где вы видите, там сказано, да, что и явился ему Господь Дубраве Мамре. А вот он сидел там при сходе шатер и так далее. Значит, что делал Господь явился? Говорят, потому что Авраам был болен, да? И Бог пришел посетить Авраама. И был этот третий день по его обрезанию. И пришел святой благословен, он и спросил о его здоровье. Это комментарий Раши Берешит. Вы должны знать о таком великом комментаторе Библии, да? Раши. Раши жил на юге Франции, в провинции Шампань. И его бизнес был, да, вино, виноделие. У него было три дочери и трое зятьев. Три дочери его были тоже комментаторами. Торы, а зятья ничем особенным не прославились, только слава вся досталась им, да? Знаете, пишут одни, а получают гонорар другие. Да, и Раши придумал такой очень простой способ толкования Библии, который, когда начинается изучение Торы, понятен даже пятилетнему ребенку. И в то же время говорится, что даже самые мудрые мудрецы могут в это найти. И обычно всегда, когда есть еврейские Библии, есть и комментарии Раши к ней. И вот Раши говорит, что сам Господь благословен. Он и ввелся, чтобы посетить Авраама и сделать Бикурхалим. Еще есть другие размышления об этом. Всякий, кто навещает больного, приведет к тому, что тот будет жить. Не дарим. Трактат 39. Но если человек умирает, а почему же все равно будет жить, да? Если мы говорим о Боге, если мы утешили этого человека, и милость Божья, шахина присутствует там, да? Потому что шахина где находится? У постели больного. Что такое шахина? Божье присутствие. Мы говорим иногда, когда о Духе Святом тоже говорим. Шахина. И, говорит, всякий, кто навещает больного, отбирает у него 1,6 часть болезни. Ну, не знаю, 1,6 часть болезни. Или нет. А тогда сказал Рав Гуна, ну, если так, то значит, что, надо, чтобы пришли 60 человек, и тогда больной выздоровеет. И ответил ему, если они будут любить его, так, как сами себя. Ну, и без этого ему все равно становится лучше. Да, да, совершенно верно. Когда один из учеников Раби Акива заболел, да, и Раби Акива пришел к нему, и тот сказал, что, Раби, ты оживил меня. Поэтому, говорится, что всякий, кто не навещает больного, как бы проливает его кровь. Когда пролитие крови, говорится, это что? Как убийство. То есть, всякий, кто не посещает больного, ну, я не говорю, что не имеет возможности посетить, но имеет возможности и не посещает, да? Он кто? Приравниться к убийце. И тогда же приходи. И при каких условиях? Раби Игуда Гагасид, живший в 12 веке, говорил, бедный болен и богатый болен. И многие идут к богатому, указать его уважение. Ты иди к бедному, даже если богатый, знаток Торы. То есть, и бедный, и богатый нуждается, да? И часто люди приходят к богатому и забывают о бедном. Близкие приходят к заболевшему сразу, а дальние приходят ему через три дня. Так говорит Шалхан Арух. Почему так происходит? Первые три дня, да, являются критическими болезнями. Затем больной либо ему становится хуже, либо ему становится лучше, да? И в эти критические моменты нежелательно, чтобы его беспокоили различные люди, да? Но ближние его, которые непосредственно осуществляют уход за ним, это хорошо. Смотрите, как говорит еврейская мудрость, вот женщина ухаживает за мужчиной. Это нормально? Нормально, да? Даже если это мужчина незнакомый. Если мужчина ухаживает за женщиной, то что? Да, только за своей женой, да? Ну, там, дочерью или матерью, или близкой родственницей, да? Вот. Вот, ну, понятно, это правило, как правило такое. Вот по этой причине, вот по этой причине, Пирогов, да? Вот он не был евреем, но он любил евреев, у него есть многие интересные вещи, высказанных евреев, и это происходило в Кайрымской войне, он просто заметил, что если медсестры женщины, раньше до него не было медсестер женщин, он первый ввел такую традицию, да, были только медбратья. Оказывается, когда медсестры ухаживают, там, или санитарки ухаживают за больным, он быстрее выздоравливает. Вот так я заметил, что солдаты быстрее выздоравливают, да? Вот поэтому была введена практика медицинских сестер, санитарок и так далее, женщин. То есть, женщина может ухаживать за мужчиной, да, но мужчина, который ухаживает за женщиной, не за всякой, может ухаживать. Ну, он же из-под нее, он же из-под нее не выносил, и не подмывал ее, да. И вообще, зачем он ее исцелил? Пришли, ни чая нет, ничего, что там Петр что-то приготовил. Ну, так давайте-ка чуть-чуть поднимем. Она пошла и сразу начала готовить. Заметили? Для чего он ее исцелил? Для определенной цели. Хорошо, а не просто так. Итак, значит, близкий приходит заболевшего сразу, а дальний приходит через три дня. Сын мой, будь осторожен, посещая больного, писал рабе Елизер. Так как посещающий должен облегчить его болезнь, помолись за него и выйти, не отягчая его состояние, сидя у него, ибо хватит ему горести и болезни его. Когда войдешь к больному, входи к нему с радости, ибо сердце буквально там сказано, показывая зубы. Как нужно? Знаете, американская такая лыба. У них хорошая стоматологика, я ей улыбаюсь, я не знаю, какое увеличение на экране. Выходит не очень красиво, да? Вот. Ну, вот с такой вот лыбы, буквально показывая зубы. Там написано. Значит, «И когда входишь к больному, ходи к нему с радостью, ибо сердце его и глаза его на входящих к нему». Это из трактата «Недарим». «И сказал Равина», сказал Рав, то есть, одного Рава звали Равина, и вы знаете, что был Рав, который просто звали Рав. «Откуда мы знаем, что божественное присутствие, то есть, шехина, пребывает над ложем больного? Потому что сказано, Господь укрепляет на ложе болезни». Еще из барайты. Барайты – это часть такие мишны, мишны – это комментарии, которые, а те комментарии, которые не вошли в мишны, называются барайты. То есть, ну, такие они, как бы дополнительные. «Входящий посетить больного, пусть не садится ни на кровать, ни на скамейку, ни на стул, пусть закроется, сядет на землю, потому что шехина пребывает над ложем больного, как сказано, Господь укрепит его на ложе болезни». То есть, садящийся возле больного должен быть на уровне больного, да, или ниже уровня его. И, причем, вот и мне тоже говорили, и в медицине, ни в коем случае не садитесь на ложе больного. Ну, в принципе, если негде, естественно, даже бывает часто, врач приходит, да, и садится на край кровати больного. Это неправильно. Дело в том, что у каждого человека есть, ну, понятие личного пространства. Да? То есть, вот когда вы доходитесь с близким человеком, вместе сидите, как говорится, это одно. Попробуйте лечь в постель с каким-то человеком, которого вы плохо знаете, да, ну, независимо от своего или другого пола, и вам постель покажется тесной, да? Постель есть понятие личного пространства, а у больного, который и так, его личное пространство очень ограничено, да, то оно еще длиннейшее, и еще приходит кто-то и садится на него чуть ли не сверху, понимаете? Вот, человек может этого просто не замечать, но подсознание это реагирует. Вообще, если вы здесь знакомого человека, да, некоторые подходят, хватают его за пуговицу и так далее, то нельзя находиться, на каком расстоянии можно находиться от другого человека, малознакомого? На расстоянии вытянутой руки. То есть, если ты хочешь его ударить, ты придется подвинуться поближе, да? И это чисто инстинктивно происходит. Ну, причем у наших разных таций тоже это расстояние может быть от небольшого, меньше полметра, а может быть и до трех метров. Есть такие. Вот, допустим, японцы, если вы рядом с японцем стоите, во-первых, если вы сильно очень к нему подошли и в особенности близко начинаете жестикулировать, да, вы должны остановиться от него на расстоянии полтора метра, если позволяет обстоятельство, и руки по швам, и поклониться, и поклониться вперед. А если ты его подойдешь, привет, дорогой, знаете, так это по плечу, а вот я крек, и у тебя одно плечико вправо, другое влево, а ножки циркулем, да? Вы сами понимаете, что в каждой нации есть определенный порядок, и нельзя все жестикулировать. Ну, личная гигиена понятна, что без противогаза к некоторому ближе, чем на три метра не подойдешь. Я тоже согласен, но я говорю, вот есть определенные правила, да? Вот, поэтому не садиться на постель больного, а садиться где-то рядом, на уровне его, или даже, может быть, чуть ниже, понимаете, кто выше, тот как бы внутренне, он считает себя в более безопасности. Хорошо, значит, посещающий должен облегчать страдания и способствовать выздоровлению, а не наоборот, да? Поэтому он должен правильно себя ввести в больного, в постели больного. Он должен следить за тем, чтобы не помешать больному разговорами, неподобающим поведением или вмешательством в процесс лечения. Если у вас какие-то есть проблемы, вы должны обсудить с врачом в отдельной комнате. Правда? Но ни в коем случае вы не должны говорить, что почему вы ему не даете вот эти лекарства, а почему вы даете эти лекарства, да? А это то-то, то-то, то-то. У каждого врача есть своя манера, и тот плохо больной, который лечится одновременно у всех врачей, тогда он точно не выздоровеет. У каждого есть своя система лечения, да? У каждого есть своя система лечения. И поэтому он не должен вмешиваться, и лишние разговоры не нужные проводить. Вот, он должен обязательно пожелать больному скорейшего выздоровления, он должен обязательно помолиться за больного, вот, и поблагодарить Бога. И больной, который излечился, тоже в первую очередь благодарит Бога за помощь. Надо быть особенно осторожным в словах. Всякое неосторожное высказание может оборчить больного, и это может повлиять на исход болезни. Да? Ну, где-то там кто-то слышит, там, у кого-то проходит, вот, все равно этот возьмет помрет, и мы ничего не поможем. А они обсуждают совершенно другого больного, да? А этот человек, проходя мимо, вдруг больной слышит, что врач с сестрой говорит, и всегда больной все принимает на свой счет, вы понимаете? Потому что кто о чем говорит, да? То, что болит у человека, то, о том он и говорит, да? И всякий больной прежде всего думает о себе пестовно, и думает, что все думают и говорят только о нем. И еще, нельзя приходить к больному, когда у него жар, трактат не дарим. То есть, что значит, когда высокая температура, да? Лучше уйти или, значит, попросить медсестру, чтобы она передала привет, да? Чтобы каким образом больной потом позже, когда выйдет из такого состояния, знал, что вы приходили, да? Ну, если, естественно, вы приносите что-то больному покушать, вы не должны ему давать скоропортящиеся продукты, да? Не должны ему давать продукты, которые, ну, там, банки с консервами, которые он не может открыть самостоятельно, да? Ну, тем более, там, водку или что-то такое. Вот, нужно обязательно посоветоваться с врачом, в особенности одни продукты можно есть, да? Другие продукты нельзя, а то обычно там какой-то набор принесут апельсины, торт, кофе, да? Ему, может быть, это нельзя, если он страдает желудком. Или тоже цветы, цветы тоже разные, сильно пахнущие цветы, да? И какие-то там лилии, да? Белые лилии, вы знаете, тоже являются ядовитыми и так далее. То есть, нужно всегда смотреть. Белые лилии, они ядовитые, да? Белые лилии ядовитые. Хорошо. Если борься оказалась внезапной, да? То близкие родственники приходят сразу, а остальные должны прийти через три дня. Может ли прийти враг больного? Видите, с одной стороны хорошо примириться с врагом, да? Но с другой стороны не знаю, как воспримет этот человек. Раби, Маше и Сервис, подпольная кличка Рамо, а у меня какая подпольная кличка? Рахат, да? Раби Хаим Дема. Хорошо. Раби Хаим Дема. Хаим – это мое имя, которое я принял после Бармица, да? Вот. То же самое, что имя Валерий – живой. Хаим – живой или жизни. Хорошо. Итак, Рамо говорит, некоторые считают, что враг больного может его посещать. Мне кажется, что это не так. Пусть не посещает больного и не утешает, чтобы больной не подумал, что тот злорадствует. Так я полагаю. Также, когда говорится помните, что мы говорили не садиться на кровать, не на стул, а садиться на скамью или на пол, Рамо тоже добавляет, что это относится к тем случаям, когда больной лежит на земле, а садящийся выше его. Но если больной лежит на кровати, то посещающий должен сидеть на стуле или скамье, то есть на уровне больного. Хорошо. В первые три часа дня не посещает больного. И в последние три часа дня не посещает больного. Какие первые три часа дня? Шести до девяти, да? В это время обычно человек встает, надо ему что сделать? Туалет надо сделать и так далее. И тут ему приходят посетители. И последние три часа, то есть, если мы возьмем шесть часов утра, да, и вечером заход солнца тоже не посещает, потому что где-то с шести к семи часам человеку обычно становится хуже. Вот я, когда сколько дежурил, я смотрю, всегда после семьи люди чаще всего обращаются к врачу, да? То есть, в это время у человека обостряется болезнь, боль усиливается и так далее. То есть, вечером тоже нежелательно. Значит, нужно где-то в середине дня. Последние три часа не посещает больного, ибо тогда его болезнь усиливается и посетите и решит, что болезнь более опасна, чем она есть. И это невольно передастся больному. Хорошо. Если молиться за него, то, говорится, молиться перед ним. Это имеется в виду вместе с ним. Молиться можно на каком языке? На любом, да? На любом. Ну, желательно на понятном языке. Вы можете некоторые сказать моменты молитвы на еврите, но не обязательно молиться на еврите. Ну, а тем более, если вы начинаете пришли помолились. То есть, что-то понял? Я тоже ничего не понял, потому как я не имею до растолкования. Вы можете молиться, если больной понимает это, да? Если больной неверующий и не хочет, чтобы вы молились, да? Если больной неверующий, вы можете сказать, я хочу с вами повалиться. Если, допустим, понимаешь, что такое болитва на языках, иногда я могу говорить на непонятном языке, да? Но эта болитва будет обращена к Богу. Правда? Да. Не устраивает, конечно, безусловно, длинных таких представлений, когда больной уже думает, ну, наконец, закончить, например, да? Хорошо. И желательно молиться вместе с ним. Пусть хотя бы он скажет слово «Аминь», да? Если человек не может молиться, когда человек говорит «Аминь», это все то же самое, что если бы он произнес молитву, вы знаете. Хорошо. Значит, пусть включит его в больных Израиля. 18 благословений, да? Когда говорится о больных Израиля. И там можно включать молитву о конкретных больных. Господь жалится на тобой среди больных Израиля. В субботу говорят, что суббота не для того, чтобы плакать или чтобы придет выздоровление. Вы знаете, в субботу сокращает Амиду, да? И сколько получается благословений? Вместо 18, 7, да? Три первых, три последних и одна остается. Но все равно можно хотя бы так сказать, что скоро пришлет выздоровление. Хорошо. Когда мы знаем, что больной серьезно болен, мы говорим, чтобы он подумал о своих делах, да? И мы не должны говорить, что ты обязательно умрешь, да? Надо говорить, что многие люди, да, которые сделали все правильно, они не умирали. Но мы не знаем, как будет, да? Поэтому лучше все дела свои оформить. Совещания и так далее. Вот, если у кого-то были деньги на сохранении и так далее, чтобы люди не болеют, что это из-за этого смерти человека что-то произойдет. Как их больных не посещают? Не посещают человека с кишечными заболеваниями, ну, для чего? Ну, чтобы не заразиться, правда? Да. ни больными глазами, ни головными болями, а также такого, который тяжело болен, и ему трудно говорить. Если человек в коме, да, если у него инсульт, если у него сильно болит голова, у вас болит голова, а от вас еще что-то хотят, и вы сами не понимаете, да? А глаза? Вот. Глаза, ну, имеется в виду слезоточивость, грязь в глазах, знаете, такое, это не имеется в виду, что близорукий человек. Вот. Поэтому с кишечными заболеваниями, больными глазами, это опять-таки, как вот по еврейской мудрости, что даются примеры, да? Не с головными болями, а также любого, кто тяжело болен, и кому трудно говорить. Не посещает лично его, а входит в другое помещение, спрашивает, узнают о нем, надо ли что-то, чем-то помочь, ну, в оригинале подмести, полить пол водой, и так далее, слушает его болезни, призывает на его милость, то есть, молятся. Посещает не только больных евреев, или верующих, да, но и наверцев, ради мира. Значит, мужчина не обслуживает женщину, мы говорили, да, но женщина обслуживает мужчину. Женщине Бог дал больше терпения, больше любви, да, а мужчины считаются, что они более стыдливы. Кстати, мужчине обноситься перед женщиной даже труднее, чем женщине перед мужчиной. Сейчас, конечно, уже это все равно, правда? Вот, но вот это такие оригинальные бывают вещи. И все это надо учитывать. И ни в коем случае, да, не надо говорить, что вот мои такие родственники кто-то болели чем-то подобным и умерли, да? Знаете, как? Или я тоже этим болел. И начинаете там давать всякие советы. Хорошо, много у нас времени? Полчаса, да? Так, хорошо, перейдем к пожилым и к смерти, да? Сегодня мы все не успеем, но завтра мы уже все помрем. Или извинишься. Шутка. Значит, будем говорить о смерти. Будем говорить о смерти завтра. Хорошо. Итак, сейчас о престарелом человеке, о пенсионерах, да? То есть в многих культурах и библейской культуре, в армянской культуре, в исламских культурах существует уважение к старикам. Но, к сожалению, в русской, в украинской культуре это не существует, и в многих евреев тоже. Вот. Потому что в старину лишь немногие доживают до преклонных лет, и каждый человек был ценный. И если бы говорили, сейчас вот у нас такая традиция, что каждое следующее поколение умнее. Ученики умнее своих учителей и так далее. Может быть, мы что-то и приобретаем, но если посчитать, сколько мы потеряли, да, то мы потеряли значительно больше. И еврейская традиция говорит, что каждое предыдущее поколение было умнее. То есть старики, у нас старики дураки, да, а в действительности старик с белой бородой, он есть воплощение мудрости. Если даже он и не слишком умен по нашим меркам, все равно он прожил жизнь, да, и опыт имеет значительно больше, чем молодой. И если мы встречаем в Торе многие вот такие вещи, когда говорится там в притчах, например, что, или у пророков, да, что будут молодые получать старство, да, хорошо это для общества или нет? Такое общество распадется, да, то, что мы видим в настоящее время. Очень хорошая характеристика дана старости, помните, в какой книге, Экклезиаст, да, видите, на дорогах будут что, страхи, то есть старому человеку трудно идти, и будет у него шум в ушах, извиня, здесь, осыпется каперс, и так далее, некоторые вещи даже говорят о половой слабости человека, и такому человеку очень трудно жить, правда? Такому человеку очень трудно жить, он везде видит страхи, везде будет видеть опасности. И самая тяжелая такая проблема пожилых людей, это ощущение одиночества и ненужности, правда? Вот это проблема разобщения, у нас вообще общество разобщено, родители, детей чаще всего сплавляют куда-нибудь, да, в богодельную, если хорошая, хорошая в богодельную, все равно это что, старики находятся со стариками, и что получается? Да, ничего хорошего, депрессия при этом увеличивается, но если старики вместе с внуками, да, помогают растить, какая-то польза себя чувствуют, то есть они должны чувствовать себя нужными, люди умирают даже не от болезней, люди умирают даже не от старости, а от ощущения своей ненужности, вот в чем проблема. Кроме того, активность человека, с возрастом значительно снижается, да, и старению присутствует негативное психологическое состояние, включающее заниженную самооценку, негативную обратную связь с отдельными любви и обществами целых, то есть к пожилым следует относиться особенно уважительно, это улучшит их самовосприятие, и они почувствуют себя полноправными членами общества. Итак, вы видите, пожилым нужно с особым уважением, это не потому, что они такие дураки, и чуть что-то начинают плакать, если им не оказывают уважения, да, но потому, что этот человек особенно нуждается, чтобы не быть одиноким. Можете записать, давайте мы сейчас запишем, наиболее часто встречающиеся духовные и душевные проблемы пожилых людей. Наиболее часто встречающиеся духовные и душевные проблемы пожилых людей. Первое, обида. Ну, все мы обидчивы, кто иной умели, но замечу, что пожилые люди особенно обидчивы, правда? Первое, обида. И не надо такому человеку говорить, ты знаешь, ты обижаешься, потому что ты эгоист, ты гордыня, это у тебя гордыня, вот если у тебя не было гордыни, ты бы на меня не обижался. Хотя мы знаем, что обида есть следствие гордыни, правда? Но мы говорили, что внутренняя есть, да, и внешняя. И у человека с чувством неполноценности дьявол его постоянно будет держать в этом положении. Обида. Второе, непрощение. Непрощение. Третье, ропот. Видите, ропот на Бога, ропот на все, на всю свою жизнь. Следует понимать, что, в общем-то, старость – это нормальное явление, хорошее явление. Видите, в Торе старость, она названа доброй. Но не у всех людей эта старость бывает добрая, правда? Поэтому первая – обида, второе – непрощение, третье – ропот. Четвертое, мы уже говорили, низкая самооценка, чувство ненужности, никчемности, бессмысленности. И это приводит к депрессии. И уже сама депрессия становится причиной либо самоубийства, либо причиной того, что человек умирает значительно раньше, чем он мог бы прожить. Низкая самооценка, четвертое – низкая самооценка, чувство ненужности, никчемности, бессмысленности в своей жизни и депрессии в конечном счете. Пятое – духовная отчужденность вплоть до полной духовной апатии. Что такое апатия? – Безразличие. – Безразличие. Безразличие, да? Вот, если человек, допустим, вы знаете, что три показания есть, да? Три показания в том случае, если нужно делать, необходимо срочно делать операцию, да? Это кровотечение, да, шок и осложненные роды, да? в других случаях можно отложить операцию. И вот шок бывает, знаете, эректильная фаза и торпидная фаза. Эректильная, то есть состояние возбуждения, эрекция. Все слышали это слово, да? Эрекция, возбуждение. Такой больной бегает, кричит, кидается на всех что-то, требует, постоянно скандалит, да? Это нормально? Вот. И второй больной лежит, он уже не отвечает на вопросы, кожные покровы бледные, и его уже ничего не интересует. К какому человеку надо первому помощь оказывать? Да, в торпидной фазе, в апатии, да? Потому что он себе позаботиться не может, да? А этот человек сам требует всего. Видим мы таких людей, да? Можем. Видите. Значит, духовная отчужденность это еще хуже, да, чем низкая самооценка, депрессия, и духовная отчужденность вплоть до полной духовной апатии, без различия. Хорошо. Шестое. Различного вида эмоциональные нарушения. Называется эмоциональные качели. Эмоциональные качели. То есть, человек то становится возбужденным, то ему становится легко, то он впадает в депрессия. Да? Это у всех людей наблюдается в той или иной степени. Но у тяжелобольных, да, длительно больных и старых, пожилых людей, да, мы говорили, эмоциональные качели называется. Эмоциональные качели. Переход от эйфории к депрессии. Ну, и еще есть такое, называется дисфория. Дисфория. Это называется тоскливо-злобное настроение. За сентябрило на дворе, за сентябрило. И так мне хочется кому-то двинуть. Дальше не буду петь. Понимаете? Вот когда у человека за сентябрило, это называется дисфория. И жалость к себе, да, жалость к себе. Иногда эта жалость к себе, она настолько преобладает над всеми, чувствуя даже над желанием выздороветь, над всем. Жалость к себе. Это очень разрушительное чувство. Нельзя себе доводить до такого состояния. Но если человек дошел до такого состояния, надо ему помочь выйти из этого состояния. Хорошо. Семь пенсионных периодов по Робертсу Уэчли. Семь пенсионных периодов по Робертсу Уэчли. Да. Семь пенсионных периодов, семь фаз умирания и так далее. Это психология, да, но эта психология, она очень закономерна. То есть фазы вот эти могут иногда не проявляться, какие-то фазы больше проявляются, да, но человек последний все равно проходит через эти фазы. Уэчли, W, Уэчли, не Уэсли, а Уэчли, по Робертсу Уэчли. Семь пенсионных периодов. Первый, отдаленный период. Ну, человек знает, теоретически у него уже что будет пенсия. Ну, вот сейчас поработаю, может быть, даже я возьму какую-то дополнительную работу, да, зато потом буду отдыхать. Большинство людей полагает, что когда они уйдут на пенсию, будут наслаждаться плодами своего отдыха. но они еще не делают ничего для подготовки пенсии, и иногда люди просто не верят, что это когда-либо произойдет. Второе, предпенсионный период. Ну, это вроде как у меня. Через три года, вот, может, я получу какую-нибудь пенсию, а может, не получу, да. Второе, предпенсионный период, когда приближаются пенсии, и часто факт этого приближения пенсии поражает человека. Вот, я вроде такой же нормальный, как все, да, а через три года у меня пенсия. Что же будет делать? Ой, что-то бенде, что-то бенде. И начинает он задумываться над этим. И к решению выйти на пенсию, его склоняет ознакомление с преимуществами, которые человек ожидает получить, обсуждает физическое и духовное здоровье. То есть, он начинает читать журналы, зазеты для пенсионеров, да, он мысленно уже начинает подсчитывать свою будущую пенсию. То есть, он уже в какой-то мере готов к этому. Хотя, и не предстоит это в ближайшее время. Но, вот, затем, третий, четвертый этап, да, значит, первый, да, третий этап, медовый месяц. Медовый месяц. Значит, первый этап отдаленный период, второй предпенсионный период, третий медовый месяц. Начинается жизнь пенсионера. Очень-то хорошо выражено в таком еврейском фильме, знаете, про Матроскина, Почти Лена-Печкина, да, говорит, теперь только жить, начиная, да, на пенсию перехожу. Жить, начиная, на пенсию перехожу. То есть, обычно человек пребывает в эфроическом состоянии. Ну, конечно, сейчас не такие пенсии, чтобы люди на них полностью могли прожить, да, но если у него такая пенсия, то он, ему все очень хорошо, и он будет беззаботным, да, и все у него положительные эмоции. Но потом постепенно, четвертый период, освобождение от иллюзий. Четвертый период, это освобождение от иллюзий. То есть, у человека наступает депрессия. Нам есть эйфория, наступает депрессия. Кстати, абсолютно те же самые фазы при переезде в государство Израиль. Вначале человек думает, неплохо было бы мне поехать в Израиль, да, потом он начинает собирать документы, как перпенсионные, потом приезжает в Израиль, у него начинается эйфория, а потом он, как поближе познакомится с жизнью в Израиле, впадает в глубокие депрессняки. Некоторые в этой фазе тут же уезжают обратно, да? Ну, от пенсии так просто не уедешь. Поэтому, если наступает депрессия, надежды, фантазии, они, кажется, уже совершенно бессмысленные, они не оправдываются, потому что большинство наших фантазий, большинство наших надежд нереальны. Согласны? Значит, четвертый период, освобождения от иллюзий. Пятый период, это период переориентации или адаптации, то есть приспособления, да? Как хотите, называйте, адаптации, переориентации, приспособления. То есть, человек уже начинает понимать свое реальное положение и формируется определенный образ жизни. Ну, обычно он сохраняется до какого-то времени, пока еще человек может за собой следить, да? Значит, период адаптации, переориентации, приспособления, это все пятый период, да? Просто разные названия, синонимы, как напишите, так и будет. Шестой период, период стабилизации. То есть, человек на пенсии, он как-то где-то устроился там на дополнительную работу, себя чувствует неплохо и стабильно движется дальше. Ну, мы знаем, что каждый день приближает нас к смерти, да? Это нормально. Это нормально. И последний период, когда уже человек начинает заболевать, да, начинается нужда, они становятся зависимы от других и затем приходит смерть, да? Умирать будем завтра. Стабилизировался, стабилизировался, стабилизировался. У некоторых до 70, у некоторых до 80, у некоторых 90. Но если вы мне покажете какого-то человека, который не умер и не умрет, да? Последний период, последний период перед смертью, да? Седьмой. смерть. Так, определение смерти по Галахе. Запишем, наверное, завтра. верофо. Продолжение следует... Здорово. К염 parents